Доброй традицией святочных дней стало соборное богослужение духовенства Омской епархии. В попраздностного Рождества Христова митрополит Омский Таврический Дионисий в сослужении с епископом Иссинкульским и Русскополянским Феодосием совершил праздничную божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Следуя традиции, в святые дни Рождества Христова глава Омской митрополии, митрополит Омский Таврический Дионисий и духовенства Омской епархии, собрались в храме Успения Пресвятой Богородицы, чтобы прославить Спасителя, совершить божественную литургию и причаститься святых христовых тайн. В этот день празднично-архиерейское богослужение посетили сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних вместе со своими детьми и подопечными. У нас существует очень давняя традиция в рождественские праздники, в рождественскую службу инспектора ПДН вместе со своими детьми, вместе с подопечными приходят, чтобы порадоваться вместе со служителями церкви этому доброму утром, празднику, поблагодарить Бога за все, что сделает для нас хорошее. Приходят и инспектора ПДН по желанию, и дети по желанию. Если даже на одного это повоздействует, это будет очень хорошо. Если кто-то приобщится к Богу, кто-то еще раз придет в церковь и послужит службу, это будет благодарностью для нас и для всех сотрудников полиции. Мы верим, что все дети, которые совершили какой-то проступок, они исправятся, в том числе и с участием церкви, и с участием Бога. Он не вместивый, он вместился, где снялся на преднях. Для чего же он родился, для чего же не годай, Для того, чтобы нас избавить, поделать во всех святей, Возвеличить и прославить нас любовью своей. По окончании богослужения митрополит Дионисий поблагодарил всех за молитвы и поздравил с Рождеством Христовым. В ответ на поздравления дети воскресной школы Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Поздравили Владыку, исполнили несколько песен, рассказали стихи и подарили архипастыре угощения в виде пряничного домика. Владыка, в свою очередь, вручил детям сладкие подарки. Прославляя Господа устами и сердцем, Всякий христианин старается взращивать в себе любовь к ближнему и проявлять ее через дела милосердия.